Привет, ребята! Привет, привет, привет! Ты вязала сейчас, да? Да. Покажи. Ну, просто так. Смотрите, окей, ладно. Ребята, до Нового Года остаются считанные часы, просто скоро начнется этот праздник, поэтому мы решили записать видео, видеоразговор и поговорить о том, как отмечают Новый Год в России и в Корее, как он отличается и какие эмоции связаны с этим праздником у русских и у корейцев. Я правильно говорю? Да, молодец! Давай, скажи что-нибудь, поприветствуй наших зрителей. Мы про это будем рассказывать. Да, ребята, спасибо за внимание. Нет, мы еще не закачиваем. Так, у меня к тебе первый вопрос. Хорошо. Скажи, пожалуйста, когда ты приехала в Россию, ты, наверное, отмечала Новый Год. Зачем я спрашиваю? Я это знаю, да. В общем, скажи свои впечатления, когда ты первый раз отмечала Новый Год в России. Что тебя удивило? Что было особенное? Что делали люди, с которыми ты отмечала Новый Год? И что тебе понравилось? Что ты увидела первый раз? Давай. Да, мне понравилось в России очень праздник, атмосфера. Например, в Корее, ну, просто не чувствуется. Последний день и с Новый Годом. Ну, и еще не собираюсь с семьей, со семьей. В Корее. Да, в Корее. В Корее. Да. Ну, например, я что делала? Ну, когда я школьником была. Когда я была школьницей. Да, когда была школьницей. Когда была школьницей. Школьницей. Когда была школьницей. А, окей. Да. Я только смотрела телевизор, потому что в Корее актеры, актрисы, певеты, они дают примеры. Можно я скажу? Да. В Корее под Новый Год люди смотрят не голубой огонек, как у нас. Ну, я так в кавычках говорю. А показывают по разным телевизионным каналам разные премьеры. Типа, там, вот, сейчас заканчивается 2020 год. И вот в Корее будут показывать 2020 awards. Какая-нибудь премия, там, лучшим музыкантам, лучшим, там, актерам сериалов. Вот такое прочее. Вот ты это смотрела. Да, потому что в Корее сериал очень популярный. Поэтому, кто хорошо сыграл, какой сериал самый популярный был. Им дают премии. Ну, да, премии. И еще интересно смотреть. Ну, когда, ну, мне интересно было. Поэтому я постоянно телевизор смотрела. И потом 12 часов, джинь-джинь-джинь, это колоколь звучит. Просто, ну, ладно. И потом посмотрели и спать. И потом, после, после школы. После школы. А, конечно, не с семьей, ну, просто с друзьями гуляла. С друзьями гуляла. Да. И просто как бухали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не заплывай слово. Ну, вы поняли, да? Да. Ну, пели. И просто там. Просто скажи, отмечали. Да, отмечали. Это не надо. Это все. Это то есть все-все-все. Может быть, вы там бухали, дрались. Нет, не дрались. Пели, кричали. Да. Нуребан караоке пошли. Мешали соседям. Попали в полицию. В России, смотри, в России обычно, то есть, Новый год в России, он очень часто у многих людей вот складывается из бухали, дрались, пели, мешали соседям, попали в полицию. Это одно слово есть. Это просто отмечали. Вот скажи, отмечали. Отмечали. Но это я хочу сказать, в Корее особенно свои дома не собирают, потому что родители всегда живут вместе. Да, наверняка вы знаете, что в Корее обычно там, ну, друзья, может быть, дома не собираются. А, ты имеешь в виду, ты имеешь в виду, Кенми имеет в виду, что, например... Потому что соседи не мешают, такое не случится, потому что мы дома не собираем. Да, не будем мешать соседям, потому что дома никто не собирается и... Потому что родители, да. Да, не отмечают шум на Новый год. Да. Ну, ладно. А я приехала в Россию, мне очень понравилось с семьей собираться, и еще они так вместе готовят, и еще 12 часов до этого переодеваю красивый костюм, и потом шампинь, чин-чинь, и еще друг друга обнимаем, и друг друга подарок, подарок. Мне очень понравилось. Можно я скажу? Да. Сейчас Кенми про это говорит, я вспоминаю, у меня аж как-то так, знаешь, на душе тепло так стало, потому что действительно у нас в России, ну, то есть, дорогие зрители, это я не вам говорю, я говорю Кенми, но Кенми тоже знает, ладно, я просто это скажу. У нас в России Новый год, это самый главный праздник, и все люди его ждут, потому что возможность встретиться с семьей и подарить подарки, сказать друг другу теплые слова, то есть, и абсолютно все ждут этого праздника, не только дети, которые там любят праздники и подарки, а у взрослых тоже, у взрослых тоже есть какое-то ощущение новогоднего настроения, поэтому, да, я тебя понимаю. Еще понравилось, когда, например, boyfriend, girlfriend, да, просто они пока свадьбу не делали. Парень с девушкой. Да, и они просто, ну, например, boyfriend или girlfriend, ну, девушка или, ну, свою мальчину. Парня? Парня, да. Например, девушка своего парня позвала отмечать Новый год домой к родителям, или наоборот. И потом это просто, ой, привет, привет, с Новым годом, вот так, да, а в Корее нельзя, потому что до свадьбы, если точно обещали свадьбу будем, тогда можно познакомиться. В общем, в Корее девушка или парень может прийти домой к родителям, там, своего избранника, да, скажем так, если... Особенный день только. Да, в особенный день, а в особенный день, только в особенный день, если точно вся семья знает, что потом у них там и свадьба будет, а так нет, не-не-не. А еще самое интересное, я видел в этом, в корейском Ютубе, видел видео, там, короче, пришла мама домой, а к парню девушка пришла. И, то есть, это... И мама начала ругаться и выгнала девушку. Правда? Да. В России? Я говорю, в корейском Ютубе. А, в корейском Ютубе? А, да, 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 конечно, это ничего страшного в Корее, да. Вот. Что еще хочешь сказать про Новый год? А, еще, это, феррибе на улице любой, да, ну, просто все-все-все-все. И еще в России, конечно, всегда, ну, почти, например, я жила в России, всегда был снег, поэтому атмосфера такая красивая. Но в Корее сейчас снега нет, и еще, ну, такой культуры нету. Да, я хочу сказать, что Корея, в принципе, страна не снежная, вот, зимой снега нет, вот, но в декабре снег был, да, две недели назад был снег, прямо он даже полежал несколько часов, вот. И позавчера, по-моему, тоже был снег, маленький, малюсенький снег, его вообще не было видно, но сейчас, кстати, в Чечдо, если вы знаете, что это такое, это самый южный остров Южной Кореи, там сейчас снег идет, то есть там 31 декабря был снег, и было много. Там тепло. Там тепло, то есть это юг, но там пошел снег, ну, наверное, это связано с климатом, потому что сейчас вот холодно в Сеуле. Да, в Сеуле сейчас холодно. Так, не отходим от темы, у нас Новый год. Ребята, экстренное включение, мы уже все подзаписали на камеру, но забыли сказать про одну очень важную вещь, скажи, пожалуйста. Мы всегда смотрели Иронию Судеби. В России всегда смотрели фильм Иронию Судеби. Да, мне очень понравилось, очень интересно, гениально. Сколько раз ты смотрела этот фильм? Наверное, я каждый год, например, первый раз. Скажи, пожалуйста, тебе каждый раз было интересно смотреть этот фильм или неинтересно? Мне очень интересно. И еще, ты знаешь, я дадим пела, мне нравится вот это. Да. Надеюсь, в Новом году наши зрители услышат твое пение этой песни. Да, хорошо. Ирония пока готовится сейчас, но надеюсь, скоро она порадует мир своим замечательным вокалом. Да? Да. Что еще хочешь сказать? Ты сказала, что в России лежит снег. Да, действительно, это зимняя сказка, там снег туда-сюда. И еще уже я хочу сказать, что в Корее, конечно, тоже улицы украшены. Ну, обычно к Рождеству католическому тоже украшают, там ставят всяких снеговичков, Санта-Клаусов. Но как-то в России все как будто более празднично. Да, да. Например, в Санкт-Петербурге, там на Невском проспекте, Невский проспект горит огнями, и такая атмосфера есть. А в Корее как будто... Не важно. Да, это не важно. Сегодня день совсем не важно. Потому что большинство корейских, простите, что я вас перебиваю, большинство корейских семей, они не отмечают этот праздник, они просто приходят домой, ну, ужинают, занимаются своими делами и просто ложатся спать. Все, у них там завтра выходной просто и все. Ну, конечно, не 100% с кем-то, ну, кого-то есть. Кто-то есть, да, да. Ну, счастливый, ну, как... Ну, я говорю, обычный просто. Обычный. Ну, это, например, 70% или 80%. Ну, так живут. А еще в Корее только особенный день это соль-ла, китайский соль-ла. Ну, я вот хочу сказать здесь, провести такую же аналогию. То есть это не хорошо и не плохо, то, что вот плохо в Корее не отмечают. Это плохо может быть для нас, для русских плохо, то, что мы не можем почувствовать новогоднюю атмосферу в Корее. Это, в принципе, нормально. Корейцы, в принципе, могут также сказать про Россию. Когда китайский Новый год, я не чувствую атмосферы праздника. А в Корее, да? Ну, да, да, да. В России у нас же нету, да? А, ну, да, да. У нас, когда китайский Новый год, да никто не знает, когда этот китайский Новый год, потому что число все время, оно плавает там между концом января и началом февраля. И никто не знает, что в этот день китайский Новый год. И поэтому у нас, я не знаю, зачем я это так долго говорю. Да, еще я хочу сказать, почему это, например, в Корее, но сейчас это с Новым годом, да, русский, ну, очень как последний день сегодня. А это не важно. А в Корее, например, большой праздник, это Соль-Лаль Чусок. Можно я скажу, Соль-Лаль это китайский Новый год, а Чусок это праздник сбора урожая, который в сентябре. Да, да. Это почему это, ну, это праздник, ну, это праздник, что вы вспоминаете, что у вас ощущение спросить. Все, например, мужчина, жена, не хочется пойти собираться. И еще если, ну, дети нормально, потому что это китайский Соль-Лаль, они взрослые человек, дядя, дядя, бабушка, дедушка, ну, поклон дела, и они дадут деньги. Поэтому дети очень счастливы, ой, я сегодня очень хорошо заработаю. А после школы, после школы, да, после школы, школа, школы, а, да, после школы, это надо сразу, ой, ты какой поступил в университет, и еще, ты когда будешь свадывать? Можно я скажу, я тебя переведу с русского на русский? Да. В общем, Кюнми хочет сказать, что в Корее, хоть и есть вот этот праздник Чусок и Соль-Лаль, но многие люди идут встретиться со своими родственниками с отсутствием какого-либо желания с ними встречаться. Потому что, если особенно молодые люди, которые там закончили школу или университет, то старые бабки-детки, тетки-дядьки, они будут спрашивать, где ты работаешь, сколько ты зарабатываешь, почему у тебя там нет парня-девушки, почему вы еще не женаты, если вы женаты, почему у вас еще нет детей, если у вас есть один ребенок, почему вы не делаете второго, если у вас есть два ребенка, почему вы не делаете третьего, пятого, десятого. А я не делаю. А я не знаю, что он попал в полицию, если он пойдет на такой праздник встретиться со своими родственниками, так его уничтожат за это, будут все спрашивать, как ты попал в полицию, какой ты там растяпа, какой ты там позор для семьи, поэтому все. Он теперь не ходит на эти собрания. Вот как-то печально, да, с одной стороны, это должен быть праздник, и семья встречается вместе, но все идут с нежеланием туда. И расскажи еще про девушку, да? Да, еще особенно, например, мёныри. Мёныри, скажи. Мёныри, это жена, нет, жена сына. Да, жена сына. Обычно в Корее очень важно это муж семьей первый туда идти, потом после этого женой семьей, родителей встречать. А это поедет, ну, я, например, это тоже не моя жизнь, но обычно много, ну, да. Ну, да, потому что у нас немножечко, совсем чуть-чуть другой менталитет. Да, да, да. Но это кто-то там пойти, постоянно, женщина нужна, да, постоянно готовит, убирает, посуду помоет, постоянно, как будто слуга, как будто арбайт. Как будто она подрабатывает, бесплатно подрабатывает. Да, конечно. Ну, да. Ну, поэтому, как сказать, в Корее это праздник. Ну, о, я очень хочу это, ожидала, и мне очень хочу встречаться, такие почти нету. Просто свой день на день, наверное. Мне кажется, в Корее больше думают, господи, поскорей бы этот чертов праздник закончился, да, чтобы один день я порежу там овощи, весь день буду мыть посуду, но этот праздник когда-то закончится. Ну, конечно, это родители рады, да, например, дети придут, вот это, вот это, но все собирались, все счастливо, нету просто, но надо идти, пойти. Подожди, как будто, такое ощущение, как будто это сидят сейчас два русских человека и обсирают корейские праздники, корейские праздники. Как-то у нас пристрастное видео получается, давай, тогда сейчас мы скажем плюсы. Ну, не все, кто-то есть. Давай мы скажем плюсы корейских праздников. Мы минусы сказали? Ну, так получилось, что да, это одни минусы. Давай скажи, какие плюсы, вот, допустим, если не Новый год, как вот в нашем понимании Новый год, а китайский. А плюсы? Дети заработают. Дети? Заработают, да. В Корее пока ты ребенок, у тебя все замечательно, да, а потом ты закончишь школу, все, и жизнь твоя. Например, я очень много деньги собирала, и еще мне интересно, ну, окей, это когда я, ну, когда дети. Я хочу сказать, еще самое интересное, Кенми сказала, они не идут туда с желанием праздника. Но есть еще такие разговоры, я вам скажу. И тут, допустим, собираются, и кто-то взрослый человек, он понимает, что придут дети, и у него опять стразы. Блин, опять мне надо платить деньги каждому ребенку, там, если там соберутся 10 человек, и из них там четверо детей, каждому надо заплатить. А еще, если ты заплатишь мало, то это, никто же не хочет ударить в грязь лицом, поэтому, а если семья огромная, каждому надо заплатить, и это такое расточительство. А как еще корейцы щепетильно относятся к деньгам? Я поэтому вспоминала, и поэтому я папе-маме спросила, а сколько это потратило? Сколько вы денег потратили, отдали детям. А я сколько заработала, и потом ждали, у нас всегда плюс. У тебя плюс, да, а у них минус. Нет, собирать. Мама, сколько, у нас один семью, они. Папа, сколько потратили, сколько я забрала, да? Слушайте, вы случайно не из Израиля? Не, просто я сама, я... Прошу прощения, глупые шутки, стереотипные. Считала. Молодцы, то есть вы всегда выходили в плюс. Да. Подержи, пожалуйста, я проверю. Камера идет или нет? Давай, можешь пока поздравить ребят и пожелать им что-нибудь на Новый год. Да, ребята, я желаю счастливого творчества. Всегда придет, придут шансы, не знаю. Я пришел тебе помочь. Ладно, друзья, я проверил камеру, запись идет. Сколько минут запись? Уже 16 минут. 16? Да, видите, ребята, видите, с вами, в вашей компании время проходит просто незаметно. Да. Все одним дублем. Дорогие друзья, мы будем, я думаю, заканчивать это видео. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям Кёнми. Поздравляю всех с Новым годом. Поздравляю наших зрителей и случайных зрителей, которые наткнулись на это видео. Если вы не знаете, кто мы, меня зовут Саша. Меня зовут Кёнми. Это Кёнми. Кёнми, правильно. Кёнми. Да. Но Кёнми, говорят. Мы муж и жена, мы живем в Корее. В общем, поздравляем вас с Новым годом. Год был непростой. Это вам сегодня еще скажет один человек с... Ну, вы поняли, кто вам скажет сегодня, что год был непростой. Скажу маленький спойлер. Он уже 20 лет подряд говорит, что год был непростой. Ну, там и победы какие-то есть, конечно. Да, еще в России... Почему-то... Вот я нашел минус Нового года в России, знаешь какой? Почему-то в 12 часов все стоя, включая, стоят перед телевизором. А, да. И слушают какого-то деда, да? Да, 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 да. То есть это странно. Зачем они его слушают? Лучше бы музыку какую-нибудь слушали, Чайковского, да? Ну, да. Щелкунчик. Ну, не знаю, это точно не надо про это говорить. С кем-то любит его, поэтому не надо... Не, не, не. Своим мнением нельзя говорить. Окей? Хорошо. Все. Давай прощаться. Да. Ребята, увидимся уже, я думаю, в следующем году. Да. Да, спасибо, что в этом году были с нами. Да. Спасибо, это видео посмотрели. Если вам понравилось, подпишитесь. Подпишитесь на канал. Подпишитесь на канал. И поставьте лайк. С Новым годом! С Новым годом! Саранео. Пока, ребята. Пока, ребята, счастливо. Счастливо. Я выключаю камеру. Хорошо. Слышите. Они великим аримана.